Задокументированы факты осуществления разведывательной и иной подрывной деятельности жителями Луганской Народной Республики из числа персонала ОБСЕ. Установлено, что указанные лица по заданию сотрудников СММ ОБСЕ из числа иностранных граждан на протяжении продолжительного времени осуществляли сбор сведений закрытого характера в военной и социально-политической сферах Луганской Народной Республики. Кроме того, в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в помещении офиса Луганской команды ОБСЕ сотрудниками МГБ ЛНР обнаружены документы, подтверждающие факты взаимодействия представителей миссии с Министерством обороны Украины. Согласно обнаруженному документу ограниченного доступа, руководящий состав миссии ОБСЕ был уведомлен о запрете бронирования военнообязанных лиц из состава международной организации по обозначенным специальностям, дефицитным для вооруженных сил Украины. Отметим, что в данном перечне указаны практически все военно-учетные специальности, которые имеют граждане Украины из состава Луганского офиса мониторинговой миссии. Отсюда следует, что гарантии бронирования военнообязанных из числа представителей международных организаций в соответствии с приказом Министерства экономики Украины, находящегося в открытом доступе, были нивелированы. Таким образом, руководство миссии ОБСЕ скрывало от сотрудников фактическое отсутствие бронирования военнообязанных сотрудников, работающих в организации. Очередной факт противоправной деятельности в ущерб безопасности Луганской Народной Республики и взаимодействия с Министерством обороны Украины сотрудников ОБСЕ подтверждает обнаруженный список объектов инфраструктуры Луганской области, возможно, подлежащие огневому поражению, с указанием местонахождения объектов. Установлено, что руководителем Северодонецкой команды ОБСЕ, гражданином Польши Ярославом Кураком, было получено указание от заместителя руководителя Луганской команды ОБСЕ по вопросам соблюдения прав человека Пилар Кастро Мото, гражданки Испании, провести сбор сведений об объектах инфраструктуры, расположенных на территории Луганской области. Для этих целей сотрудники ОБСЕ использовали свои связи из числа жителей Луганской области. Оперативно-следственные мероприятия, направленные на документирование противоправной деятельности сотрудниками Международной организации против безопасности Луганской Народной Республики, продолжали.